Мамадышский тракт для более быстрого проезда по нему расширять не планируется, об этом заявил сегодня представитель исполкома Казани. Но рассматриваются несколько предложений для улучшения трафика на этой жизненно важной артерии. Подготовлено два проекта, которые, что называется, уже на выходе. Проанализировав движение, специалисты дали заключение. В одном месте трафик вырос из-за строительства на данном участке новых жилых комплексов. Улица Рахлина, пересечение Мамадышский тракт. В этом месте мы проектируем дорожную развязку, которая позволит без остановки этот перекресток проходить. Будет два разворотных петля, две разворотных петли, прямое движение и движение налево будет запрещено. Еще один напряженный участок – это улица Патрис-Лумумбы, рядом со старым аэропортом, который вечером, особенно по пятницам, моментально забивается транспортом. Забиты красные линии, по которым должна пройти широкая шестиполосная дорога, но самое главное, там должен опять же появиться путепровод или развязка на пересечении улицы Космонавтов и Патрис-Лумумбы. Вот два мероприятия, выполнив которые мы значительно улучшим движение на Мамадышском тракте, но это будет все зависеть от финансирования. То есть мы забегаем вперед, проекты делаем, они будут подготовлены в родину государственных экспертизах. Если будет финансирование, мы сразу же, конечно, готовы приступить. Пока же завершается первый этап строительства Вознесенского тракта, который станет своеобразным дублером у Мадырского тракта, что касается уже федеральных масштабов, то на первый план выходит скоростная магистраль М-12. Трасса еще не достроена, но уже сейчас. Жителей страны интересует вопрос, во сколько обойдется проезд по такой дороге. Мы как-то стартовали с цифрой 2 рубля-километр, поэтому сейчас цифры наверняка будут другие. Будет дорого, машина не поедет, а поедут по существующим трафикам. Если будет выигрыш в деньгах во времени, тогда вот. Одно из предложений об оплате новей, например, из практики столичного региона, где на одном платном участке с машин с московскими номерами деньги не взимаются. Можно из Сатарстана провести аналогию. Самое главное, уверены дорожники, соблюдать меморандум. Из него следует при возведении скоростной магистрали. Дорогую и тяжелую технику доставляли по местным дорогам, которые от такой нагрузки стали вершать, рушиться. Таких дорог у нас, мы для себя их набрали 600 километров практически, почти. Чем больше, тем лучше. И вот эти дороги в конце завершения строительства наших федеральных трасс М7 и М12 должны быть возвращены в прежнее состояние, то есть отремонтированы. Такой меморандум был заключен с крупными заказчиками.